Короче, я нашел работу своей мечты. Вакансия гласила, компания мировой лидер алмаза добычи, карьерный рост, отпуск 52 дня, соцпакеты льготы, бесплатный проезд в отпуск, корпоративное обучение, собственный медцентр и санаторно-курортное лечение. Ну и главное, моральное удовлетворение от проделанной работы. Короче, я прилетел в Якутию. Погода была хорошая, но прохладная, минус 32. Грела мысль о стабильном доходе и что ближайшие 9 месяцев можно обойтись без холодильника. Пришел оформляться в общий центр обслуживания Алроса. Ого, какое гостеприимство! Не хватало только оркестра. Документы оформили быстро, дали с собой какие-то памятки и коллективный договор со всеми бонусами. Потом почитаю. Сказали, что у меня будет личный кабинет. На меня, смотрите, я вам рассказываю про электронный паспорт. В мобильном приложении «Личный кабинет работника Алроса» вы можете оформить любую справку или документ. Пожалуйста. Ну ладно, для начала тоже неплохо. Хоть в мороз за справками не ходить. На выбор предложили общежитие или компенсацию аренды жилья. Заселился в общаку. Условия норм. Почти как дома. Слышь, ну ты так-то не один со смены пришел. Имей совесть. Ну почти как дома. Зато поближе к своим. 15% Волроса – мои ровесники, молодые специалисты. Ну так называют тех, кому хватает сил помимо работы организовать турслеты, КВНы, веселые старты, командные тренинги и прочую активность. Я тоже попадал в эту категорию, поэтому мне полагалось. Кстати, а что мне там полагалось? Предоставление мест в корпоративных общежитиях. Далее. Частичная компенсация расходов на аренду. Давали, не взял. Компенсация в случае отсутствия надбавки за северный стаж. Еще не получил, но мысленно уже потратил. Помощь в релокации и трудоустройстве супруга и компенсация расходов на детские сады. 50% от стоимости. Вернемся к этому позже. 13-я зарплата. Отлично! Программа наставничества. Четко. Эх, так полгодика поработаю и уже ипотеку можно будет брать или машину. Ну ты че, ездишь или как? Точно, про это я как-то забыл. Корпоративный транспорт тоже плюс. Короче, я устроился в Алроса. Продолжение следует...